МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Новая волна легализации. Все ли о ней известно? Подарок археологам из времен сакской культуры. За шахтер болеют все. На селекторном совещании, которое проводил первый заместитель Акима области от субъек Дюсюбаев, подверглась критике работа Акимов городов и районов по подготовке к легализации имущества. Надо напомнить, что первая волна легализации прошла в 2001 году. В 2006-2007 годах более полно прошла вторая волна легализации на движимое и недвижимое имущество и на денежные средства. На селекторном совещании основным вопросом в повестке дня стала подготовка к инициированной государством предстоящей акции по легализации имущества. 30 июня 2014 года президентом принят закон Республики Казахстан об амнистии граждан Республики Казахстан, уралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан в связи с легализацией ими имущества. Закон вступит в силу 1 сентября текущего года и его действие продлится до 31 декабря 2015 года. В ходе селекторного совещания были разъяснены основные положения закона. Во всех филиалах банков второго уровня будут открываться сберегательные счета. Налоговики тоже доложили о готовности работать в процессе легализации. Еще один момент – это сбор за регистрацию, за легализацию имущества. Сбор уплачивается в размере 10% от стоимости приобретения или оценочной стоимости имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан. Сбор должен быть уплачен до подачи документов на легализацию имущества. Заслужив руководителей регионов, Сулыбек Рюсибаев подверг жесткой критике уровень подготовки к легализации на местах. Хотя еще 26 июня на свещании в Акимате области были даны соответствующие поручения. Не все Акимы полностью владели ситуацией. Никакую ответственность будет нести волонтер по приемке документов. Завтра если что-то потерять, как с гуся в водах, как говорится. Легализации подлежит земля? Без подсказок там, шепчите. Это каждого Акима касается. Важный вопрос. Если поступит хоть одна жалоба на некачественную, я не говорю о дальше уже процедуре, а некачественную приемку, или что люди в очереди стояли, или там не разъяснили им, за это будете отвечать. За последнюю легализацию 2006 года было выведено из теневого оборота 840 миллиардов тенге. Основной целью закона является помощь простым гражданам и предпринимателям выйти из теневого оборота и легализовать средства и имущества. Необходимо помнить, что легализацией имущества будут заниматься комиссии, созданные при Акиматов городов и районов. За их качественную работу Акимы несут полную ответственность. В Казахстане по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития бизнес-проекты карагандинских предпринимателей находят огромную поддержку со стороны государства. Открылись крупные производственные точки в области. Сегодня были представлены еще несколько уникальных проектов. На заседании была представлена презентация проекта «Товарищество с ограниченной ответственностью Георгий». Предприятие занимается производством кондитерских и хлебобулочных изделий. Общая стоимость проекта составляет 66,5 миллионов тенге. Сумма дохода в 2013 году составила 4,7 миллионов тенге. На сегодняшний день на предприятии трудится 27 человек. Компания «Товарищество с ограниченной ответственностью Георгий» занимается производством кондитерских и хлебобулочных изделий 17 лет. Используя для своей деятельности арендуемые производственные площади в районе рынка Ширис. Производственная мощность цеха позволяет выпускать на 30 тонн продукции в месяц. Ассортимент выпускаем продукции на счет предпорядка 30 наименований. Информацию о своем проекте представила компания «Мир стекла». Общая стоимость составляет 50 миллионов тенге. Из них 5 миллионов рассчитано на приобретение оборудования для переработки стекла. А остальные 45 планируются на пополнение оборотных средств. Основные рынки сбыта – это Карагандинская область, города Астана и Павлодар. Сначимостью этого проекта является увеличение объема выпускной продукции за счет переработки стекла, увеличение прибыли, рост и расширение бизнеса, эстетическое улучшение стеклянных изделий. Из представленных проектов семи предприятий области лишь одна компания не получила ответ на свое предложение. Проект компании «Транслогистик» будет рассмотрен повторно, так как сложились некоторые обстоятельства по бюджету. Время идет, 250 миллионов вроде небольшая сумма, но их надо снять. Поэтому надо быстрее людям, нашим коллегам создать условия для того, чтобы они уже с предпринимателями соответствующую работу проводить. Еще несколько предпринимателей Карагандинской области представили главе области свои бизнес-планы. Нурмухамед Абдибеков поручил направить список одобренных проектов на субсидирование в Акиматы моногородов и направить протокол заседания в фонд финансовой поддержки для дальнейшей реализации. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтиар, Успанов, Первый Карагандинский. Всерьез занялись улучшением Карагандинской области. Заместитель Акима области Жанар Бекбанова вновь выехала на проверку районов. На этот раз под контроль взяли Актугайский район. Чиновники посетили различные социальные объекты, пообщались с жителями, после провели конференцию. В Актугайе начали строительство спортивного комплекса. Как говорят строители, все идет по графику и стройка будет окончена в декабре. Общая площадь здания составляет 860 квадратных метров, площадь спортивного зала 640 квадратных метров. На втором этаже будет построен бойцовский зал на 140 квадратных метров. На первом этаже планируют сделать тренажерный зал. В апреле месяце начали строить, теперь сроки договора мы в декабре должны сдать ее. Работа идет согласно графике, по графику работаем. План финансирования все идет в норме. Я считаю, что мы до декабря месяца успеем. В районе Актугай за последнее время не строился ни один объект. И чиновники решили, что нужно благоустраивать не только города, так же малые поселки и районы. Жена Русемовна ознакомилась с разными социальными объектами. После этого заместители Кима области совместно с Акимом Актугайского района Амархановым Никамбаем провели конференцию о проблемах Актугайского района. Лариса Хусейнова, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом серия профиль Галдек 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система Профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Рейд безопасности. Депутаты городского Маслехата накануне выезжали по разным городским объектам и дорогам, чтобы посмотреть, как в Караганде соблюдается безопасность дорожного движения. На месте ли дорожные знаки и разметки? Правильно ли подрядчики соблюдают технологию ремонта дорог и не забывают ли о ливневках? Скоро очередная сессия. Одним из ее вопросов как раз будет безопасность карагандинцев на дорогах. Вместе с народными избранниками выезжала и наша съемочная группа. Несколько групп из числа депутатов городского Маслехата одновременно отправились по разным точкам города. Осматривали различные соцобъекты и десятки дорог. Прямо на участках обсуждался ход ремонтных работ с подрядчиками. Дорожное покрытие сегодня отличается от тех, что были 5-10 лет назад. Новые технологии коснулись и укладки дорог. Обязательное обеспыливание, покрытие эмульсии и чтобы о ливневках подрядчики не забывали. Это резисты, все отметки даются, чтобы везде были уклоны. Здесь немножко меняем билет, чтобы убрать воду. Депутатов волнует, чтобы не повторялись недочеты прошлых ремонтов. Все-таки на них бюджетные деньги тратятся. Потому что были замечания по ремонту центральных улиц, например, на углу бульвара Мира и улицы Гоголя. Вот там, с правой стороны, прямо на перекрестке, ливневка не работает. Она потом шрует, вся аж туда до поликлинии. В числе депутатов есть опытные коммунальщики и строители. От правильной сухой эксплуатации улучшается качество и увеличивается срок службы дорожного покрытия, считают специалисты. Давайте первым делом посмотрим, где у нас были промливневые колодцы, где у нас были промливневые коллектора. И с ремонтом дорог обязательно, чтобы это было восстановлено. Мы подумали вопрос, значит, ливневки, восстановить ливневки. Для этого необходимо восстановить, надо было, схемы ливневок города Караганды. И для этого мы специально выделили деньги организации, которая, значит, пронивелировала и просветила вот эти все... Да, и нанесла их на карту. ...нанесла на карту. И должны были эти приемные колодцы обозначить, а подрядчики должны были на эти приемные колодцы новые поставить. Не новые, а просто, как правильно говорят, восстановить старые ливневки. Для этого было их найти, для этого мы и деньги выделяли. Но, к сожалению, до конца еще не довели дело. Депутаты довольно тщательно выясняли, как идут работы. Ведь лучше заранее предупредить недоделки, чем потом их устранять. Вы вот капремонт там проводили, Тимиртавской трассы, эти путепроводы. А откосы, к сожалению, через полгода снова ушли. А там как раз георгий щетку надо ловить. И до сих пор этот вопрос не решается. Вот, вот, вот там ты и делал. В семье заложено, постоянно денег нету, денег нету. Нелегко, но пришлось подрядчикам соглашаться с претензиями депутатов. Факты – вещь упрямая. Вы должны вот там вот эту часть срезать, вот вообще, по идее, должны были срезать. А сама, слушай, где это, слушай, у вас технический, технический надзор. Технический надзор. Кто? Почему нет никого, слушай? Азамат. Брак это все. У вас два слоя? Да, здесь два слоя. Это первый слой, да? Да. А что здесь, кстати, вот первый слой? Он уже разрушается от машины. Вы что делаете? Тямки должен выровнять начали, а потом уже непосредственно углубить. Нижний слой, потом верхний слой. У тебя два слоя, в любом случае два слоя. Да как? Ну как там, дорога вот так вот, ну что, прыг, прыг, прыг. Между тем были отмечены и положительные моменты. К примеру, то, что впервые в Караганде при ремонте моста на ДСК стали оборудовать геосетки, чтобы укрепить откосы. Их потом покроют зеленью и проложат щебневые дорожки, по которым будет стекать вода. Заодно укрепят стенки путепровода бетоном с арматурой. Тогда, говорят, мост станет безопаснее и прослужит дольше. В целом же, все увиденное на выезде депутаты обсудят с чиновниками и подрядчиками на совместном заседании постоянных комиссий и на очередной сессии городского маслехата, которая намечена на 20 августа. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бакия Руспанов, 1-й Карагандинский. В текущем году в 20 образовательных учреждениях Караганды будет проведен ремонт. На эти нужды из городского бюджета выделено 370 миллионов тенге. Сотрудники городского акимата знакомились с тем, как проводятся ремонтные работы в образовательных учреждениях. В гимназии номер 95 в прошлом году наблюдались проблемы с отоплением. Причиной тому были установлены пластиковые трубы без учета давления воды. На устранение проблемы было выделено 11 миллионов тенге. На данный момент выполнено 90% работ. Пластик нельзя уже, потому что отопление, которое вы можете порой не выдержать. А вот школа номер 82 собирается открыть мини-центр для детей дошкольного возраста. Открытие такого центра связано с тем, что сейчас в Майкудуке проживает большое количество детей дошкольного возраста, а садиков не хватает. Мини-центр планирует принять у себя 72 ребенка. Перед нами была поставлена задача качественно, своевременно проводить ремонтные работы. Все мы знаем, что у нас школы все построены очень давно и требуют капитального ремонта. Но, как правило, финансирования не всегда хватает. И мы частями давали той или иной школе для того, чтобы провести какие-то виды работы. То есть мы уже два года от этого отошли. И мы комплексно подходим в школе. Если мы меняем систему отопления, мы меняем ее полностью. Если мы меняем окна, то мы меняем полностью. В прошлом году Акимат провел энергоаудит. Целью данной программы было выявить слабые места образовательных учреждений и финансировать их. Также были учтены нюансы по поводу гарантии от подрядчиков по недостатку выполненных работ. Гарантия действует три года. Если в течение данного срока проявляются какие-то дефекты, то подрядчик самостоятельно должен будет устранить эти проблемы за свой счет. Ирина Любарская с полной уверенностью заявила, что все работы будут закончены 20 августа. Ануар Сидрахим, Нурсултан Исаев, Бахтиар Роспанов, Первый, Караганинский. В Казахстане начнут штрафовать попрошаек, навязчивых гадалок и проституток. Мало того, начнется полноценный шмон подозрительных квартир. В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья «Приставание в общественных местах». Теперь, если на улице к вам начнут приставать попрошайки, гадалки или женщины легкого поведения, вы смело можете вызвать полицию. Полицейские должны будут оштрафовать их. Сумма штрафа составит почти 10 тысяч деньги, 5 МРП. Если эта мера не поможет и навязчивые граждане будут упорствовать, одним штрафом все не обойдется. Их должны будут арестовать. Стоит отметить, что в категорию навязчивых могут попасть и продавцы, чересчур активно предлагающие свой товар. Законодательством как уголовным, так и административным предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетних попрошайничества, бродяничества. Предусмотрен вид наказания как от исправительных работ до лишения свободы. В текущем году нами выявлено 17 таких фактов зарегистрировано. Чтобы обеспечить гражданам Караганды спокойствие в городе, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира». Оно проходит с 4 августа текущего года в целях активизации и повышения эффективности принимаемых мер по предупреждению и раскрытию квартирных краж. Во время проведения мероприятия полицейские будут проверять места возможного сбыта краденого имущества и съемные квартиры. В этом году археологам улыбнулась удача. В Карагандинской области были обнаружены уникальные находки. Наконечник бронзовой стрелы с сохранившимся элементом древка и креплением. Золотые украшения, пастовые бусы, обломки бронзового зеркала и многие другие предметы быта и украшений давно минувших веков. Раскопки проводились в Каркаралинском районе Карагандинской области. Выявлены главные находки органического происхождения. Такие, как кусочек материи, элемент плетеного аркана или камчи. А главные они, потому что именно органические находки способны дать четкую хронологическую дату. В полевом сезоне 2014 года, то есть в этом году, в ходе реализации областной программы стратегического развития Карагандинской области при поддержке Акимата Карагандинской области, Управления культуры, архивов и документации, отрядом областной истории Карагандинского музея были исследованы два могильника. Могильник Естек и могильник Айртас. Исследуемые могильники и курганы еще в то время были разгромлены грабителями. Но археологи рады и остаткам, ведь каждая находка – это история нашей Родины. На данный период ведется активный поиск лабораторий для сотрудничества, которые точно смогут определить хронологический период. Над всеми артефактами будут вестись исследовательские работы, а материалы войдут в научный оборот. Работники музея уверены, что найденные экспонаты займут достойное место в музее, в зале сакской культуры. Лариса Хусыинова, Кайрат Рашитов, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В Караганде прошел автопробег в поддержку шахтера. Сегодня, 7 августа, в Хорватии пройдет решающий матч за выход в плей-офф. В день решающего матча нашего шахтера с хорватским хайдуком за выход в плей-офф Лиги Европы самые преданные болельщики своего футбольного клуба решили организовать автопробег по улицам Караганды. Принять участие смог каждый, кому не безразлична футбольная честь города. Я сам болельщик, многолетним сажем, очень многолетним шахтером. За шахтер болею большой душой. Сегодня надеюсь, что шахтер выиграет. Мы все надеемся на это. Вообще, по сумме двух игр должна пройти шахтер. Последняя рекогностировка под чутким руководством представителей дорожной полиции. Автопробег, поднятие футбольного духа отправляется по улицам города. Флаги, речевки приветствуются. Сегодня каждый должен болеть за шахтер. Автопробег прошел по улицам Караганды, включая районы Юго-Востока, Майкудука, центральной части города и завершился на стадионе шахтер. Не спи, карагандинец. Держи пальцы скрещенными. Шахтер – чемпион. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо, что были с нами. Аман Сау Боумсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова